Восемь боев в бескомпромиссной борьбе за право называться лучшим. Сильнейшие представители восточных единоборств нашего города бросили вызов членам сборной страны. Поистине зрелище, которое даже в республиканском масштабе стоит особняком. В Казани есть опыт проведения фестивалей, да, вот подобный. Но что в концертном зале и бои тоже проводили, такого, наверное, еще не было. Поэтому, я думаю, вы первопроходцы и пожелаю удачи. Я думаю, тяжело будет показать что-то лучшее на следующий год, но мы всегда ждем этого от вас и обязательно приедем. Фестиваль не для спортсменов и для зрителей. Такой была задумка организаторов. Они в корне поменяли формат мероприятия. Это были не просто бои, это было целое шоу. Как полагается с объявлением бойцов, которые поднимались на сцену в свете софитов прямо из зрительного зала. Боя в каждом из видов предшествовала вступительная часть, в которой рассказывалось о том или ином виде единоборства. Зрители как будто становились одними из участников того, что происходило на сцене. А происходило поистине что-то особенное. Открыли фестиваль представителей Сютакан. В первом поединке нашему бойцу пришлось нелегко. Он уступил сопернику. Второй боев выдался не менее интригующим. Оно и не мудрено. На татаме встретились два сборника – Александр Авакумов и Владимир Шишкин. Друзья в жизни на татаме форы друг другу не давали. Лишь в дополнительное время победа досталась представителю Чувашии. Бились спортсмены за переходящий кубок, который в прошлом году достался Шишкину. В этом году его пришлось передать Авакумову. Бой напряженный получился очень, даже не ожидал. Но, видимо, сказалось, все равно новая атмосфера какая-то. Первый раз на таком турнире выступаю. Необычно. Необычного в этот день было еще очень много. От открытия до награждения. Но факт остается фактом. Фестиваль пришелся по душе не только самим спортсменам, но и зрителям. Мы обязательно расскажем о том, что было. Более подробно следите за нашими новостями. Завтра на канале НТР выйдет специальный репортаж не только о самом фестивале, но и о том, что ему предшествовало. Будет интересно? Не пропустите!